Сегодня у нас очень интересный и что главное противоречивый пациент. Это фильм 2001 года «Видок» производства Франции. Почему противоречивый? Да потому что это довольно странное французское кино, которое тем не менее невозможно не признать одним из самых любопытных представителей жанра мистического детектива. Но обо всем по порядку. Сразу стоит сказать, что «Видок» первый в истории фильм целиком и полностью снятый на цифровую видеокамеру с разрешением HDTV. И поэтому при просмотре в глаза сразу бросается неестественность видеоряда. Я бы даже сказал некая искусственность цифровой картинки. Визуализация тут явно убивает реалистичность, хотя очень хороша. Особенно для 2001 года. В «Видоке» интересно рассматривать каждый кадр в отдельности, поэтому получается так, что сюжет как бы отходит на второй план. Ну а что еще ожидать от создателя видеоклипов и спецэффектов, переквалифицировавшегося в режиссеры полного метра? Это, кстати, никто иной, как Жан-Кристоф Камар, которого киноманы преимущественно знают под творческим псевдонимом Питов. Тут он человек-оркестр, и режиссер, и со-сценарист, и внедрятель цифровых технологий. Да, начал он неплохо, но его сразу же сманил Голливуд, убив всю его самобытность, повесив на шею режиссеру камень под названием «Женщина-кошка» и столкнув с моста кинематографа в бурлящие реки Голливуда. Но вернемся к сегодняшнему пациенту. Завязка его такова. Знаменитый сыщик Видок идет по следу преступника по прозвищу Алхимик, который замешан в убийстве трех влиятельных людей Парижа. Но это общая фабула, а фильм начинается сразу с шока. Париж сколыхнула страшная весть. Погиб известнейший сыщик, сам Франсуа Видок. Очевидцы говорят, что видели, как Видок дрался в стеклодумном цеху с Алхимиком, который сбросил сыщика в шахту с огнем. Вскоре после этого, к господину Немье, коллеге Видока по сыскному агентству, является молодой парень и представляется Этьеном, журналистом и личным биографом Видока. Этьен хочет выяснить все детали последнего расследования знаменитого сыщика и узнать, кто же убийца. Он начинает опрашивать всех людей, которые хоть что-то знают. И начинает вырисовываться картина загадочного расследования полного тайн и мистики. Фактически, сам Видок нам будет являться во флэшбеках, а в центре повествования станет именно Этьен. Все действие будет происходить на фоне исторических событий. Это июльская революция 1830 года, в ходе которой был свергнут тогдашний король Франции. Вот в этом месте и стоит как раз таки отметить, что Видок вполне себе историческая личность. Это реальный французский преступник, подчеркиваю преступник, который так выстроил свою жизнь, что смог впоследствии стать первым главой управления национальной безопасности Франции, а потом, выйдя в отставку, одним из первых частных детективов и отцом уголовного розыска в его современном виде. В картине мы застаем Видока как раз во время его практики частного сыска, после увольнения со службы. Впрочем, не лишним будет и отметить, что создатели довольно вольно обошлись в биографии Видока. Так что фильм даже близко не исторический, а банально спекулирующий на известные личности, о которой, впрочем, у нас знает не так уж много народу. Так что в России это фильму не вредит. Видока сыграл Жерар Депардье, и скажу вам, очень удачно. Даже внешне он похож на прототип своего персонажа. Депардье тут весьма харизматичен и наделяет своего героя глубиной, даже несмотря на то, что экранное время ему полностью не отдано. Вообще, огромный плюс тут, что главные герои не похожи на шаблонных хороших и плохих. Добро тут неоднозначно. Главный злодей, алхимик, очень колоритен и самобытен. Хотя создатели фильма, воплощая этого персонажа, явно вдохновлялись историями о Джеке-Потрошителе, который, к слову, тоже орудовал в этом же столетии, но 50 годами позже. Алхимик незаметно для всех, как тень, перемещается по городу с небольшим закругленным ножом в руке и убивает очень профессионально. Он одет в плащ, окутывающий все тело, а лицо его закрывает зеркальная маска, с помощью которой он... Но, пожалуй, эту часть я оставлю недосказанной, для тех, кто еще не смотрел фильм. Движение алхимика молниеносный. Двигается он как флэш, а в ближнем бою практически непобедим. Черт возьми, да, это один из самых запоминающихся злодеев рубежа веков. Жаль, что он получил так мало внимания. Концовка фильма будет неожиданной. Вы, наконец, узнаете, кто скрывается за маской алхимика. К тому же будет затравка на возможный сиквел. Правда, вряд ли он когда-либо состоится. Фильм, как я уже говорил, показывает нам вроде бы исторический сюжет, но с элементами мистики и фантастики. А точнее, от картины очень веет стимпанком. Но, что интересно, это сочетание не выглядит чужеродным. Сделано все так изящно, что ты с легкостью готов поверить, что именно так могло быть 200 лет назад. Перед нами очень хороший образец так называемой ретро-фантастики. Ну, а напоследок стоит отметить, что перед нами фильм далеко неординарный. Он не всем может прийтись по вкусу, и, скорее всего, с некоторыми так и будет. Несмотря на отменную стилистику и атмосферу мрачного Парижа первой половины 19 века, который при просмотре зачастую ассоциируется с городом грехов Родригеса, захватывающий и достаточно закрученный сюжет, очень неплохое музыкальное сопровождение, неожиданную развязку и довольно зрелищные панорамные виды компьютерно обработанной столицы Франции, уже упомянутая мной неестественность картинки, раздражающие крупные планы и нарочитая театральность происходящего явно могут отталкивать. Однако все эти так называемые минусы, на мой взгляд, следует считать скорее особенностями данной картины. Просто такие фильмы чаще всего вызывают у зрителей либо дикий восторг, либо полное неприятие. Как он повлияет конкретно на тебя, я знать не могу, но можешь проверить сам, если ранее не имел такого удовольствия. Субтитры сделал DimaTorzok